РАЗМЫШЛЕНИЯ ЭКОНОМИСТОВ Вот это вот, скучняхи по понедельникам Доброе утро, Роман, кстати Доброе, Евгений Приполз тихонько И даже, да, и даже не поздоровался с самым главным студией Ну, виноват, исправляюсь После вас, наверное, только Вот, у нас, как обычно, значит, в скучняхах по понедельникам Разговор об экономике О рубле Мне кажется, это важно Я прям, ну, было понятно, что что-нибудь, да, обязательно Пойдет не как ожидалось Поэтому некоторые, несколько фроса рублем Значит, для нас, спекулянтов Для простых обывателей, наверное, это не принципиально Там что-то меняет Вообще даже ничего, наверное Вот Потом После этого Мы поговорим об опросе Ну, рубля, это скорее разминка Так сказать, перед... Ну, разминка, затравка, продолжение Я люблю, как видите, связывать, да, разные куски стат информации воедино И я не успел закончить разговор там об итогах прошлого года Которые, ну, как я уже сказал, казались весьма неплохими Хотя я и там нашел настораживающее Ну, что делать? К сожалению, так получается, что не слишком сложно, так сказать В общем, находить признаки не самых идеальных, да, не самого лучшего развития ситуации в последнее время Поскольку, ну, они есть, они лежат на поверхности Их нельзя, мне кажется, совершенно игнорировать Это очень важно Вот Поэтому я хотел проговорить про итоги прошлого года поподробнее Еще раз Акцентировать внимание на том, что вызвало мои опасения в части чистого экспорта Вот, например Ну, бог с ними, да, уже с недоинвестициями в образование и здравоохранение И, собственно говоря, еще, что важно У нас продолжается серия опросов Если те из вас, кто помнит, две недели назад Ну, вот, извините, да, на школьные каникулы взял небольшой перерыв Те из вас, кто помнит, две недели назад У нас был опрос по поводу сбережений По поводу того, каков объем, скажем так, накопленных сбережений Вот сегодня с утра, с восьми утра лежит в телеграм-канале Еще один опрос, связанный с динамикой Суть его следующая Если там был вопрос, на какой объем вы накопили Ну, конкретно отвечающий, естественно, анонимный То здесь, как поменялись ваши сбережения и долги с конца весны 23-го года То есть попытка потрогать динамику Скажем так, у тех, кто сберегал, у тех, кто не сберегал Вот, соответственно, удалось ли там отложить больше, удалось меньше Вот что-то вроде такого Там шесть разных вариантов ответа Пожалуйста, проходите, голосуйте Там всего лишь 1700 голосов Вообще не солидно Не солидно Предыдущие у нас 4 800, 5 500 У нас уже это третья, опять же, волна этих опросов Октябрь 22-го Май 23-го И вот сейчас, как я уже сказал, я решил Сначала я хотел дождаться мая А потом я подумал, что очень актуально обсудить Вот то, что делает СБ Ну, по возможности, не просто с какими-то статистическими фактами Которые часто вот на себя люди не проецируют Ну, что теперь знаю, да, работаю со статистикой Мне это знакомо Там, какая там официальная инфляция Какие там данные Росстата, да Это все далеко, это не про меня А вот это конкретно, пожалуйста, проецируемо на нас Да, ну, условно, на условного среднего зрителя-слушателя Радио, пользующегося Телеграм Это важный момент То есть мы не можем утверждать Что те ответы, которые я вижу в Телеграм Они полностью для нас репрезентативны Как для аудитории, да То есть даже не говоря уже там обо всей России Бог с ним об этом говорил, касался Нас это все устраивает, мы терпим это Но просто мы хотим вот понять себя, да Понять, ну, я точно хочу И вас, между прочим, тоже, видите, пытаюсь Так вот, понять, что мы делаем Как мы реагируем на изменения окружающей среды И если вы помните, предыдущий опрос Про сбережения, про их величину Показал, показал, в общем, положительную реакцию Что больше стало тех, кто накопил На какой-то там, может быть, не очень большой Хотя нет, там были те, кто от года до двух Но мы на него глянем еще в процессе разбора этого И там что-то два, две недели, там, может, месяц Вот, как бы, в общем, две категории там подросли Пусть не резко, но тем не менее Этот опрос, скажу вам, сразу пока тоже Показывает на подросшие Скажем, склонность сберегать Это прям совершенно четко по нему видно Проговорим Проговорим как раз в том числе О привязке к действиям ЦБ Политики, ставкам Мне кажется, это важно Вот, как бы, протягивать вот эти вот Как бы параллели там До нас с вами Настолько, насколько это возможно И вот потом, да, значит Соберем курс Как-то, да, сбережения И вот рост российской экономики Итоги прошлого года И перспективы Ну, как я надеюсь В относительно непротиворечивую картину Настолько, насколько мне это получится Сделать там вслух Вот с минимумом шпаргалок Со слов Тут уж извините Понятно, небольшое Смешение Вот И отклонение Особенно, если будут какие-то вопросы Интересные На которые я увлекусь Отвечаю Возможно Я постараюсь возвращаться Вот И доведу мысль до конца Так или иначе Ну, если прям не в этом эфире То в следующем точно Для меня это важно Итак, поехали Курс Когда я увидел В очередной раз там В районе праздников Значит, 23 февраля С праздником и все такое Очередные 94 и около Я, конечно, подумал, что Это в очередной раз перебор И в моем понимании Ну, если вы помните Я думаю, что Те из вас, кто следили, помнят Ничего похожего На вторую половину февраля По части курсов я не ожидал В моем понимании Те ставки, которые Предложил рынку ЦБ Те меры, которые Предприняло правительство Да, наложив на экспортеров Обязательство продавать В общем С учетом Невысокого импорта Как я полагаю До сих пор Ну, потому что в Китае Новый год А куда деваться Им не до поставок Нам А это сейчас Наш основной торговый агент С растущими-то поставками Точно И В общем У меня было ощущение Что А с экспортом проблем нет Обратите внимание Нефть весьма дорога Она Как бы не подешевела Там есть колебания Она чуть подросла Чуть снизилась цена Но принципиально Ничего не поменялось А это по-прежнему Основная позиция Нашего экспорта Нефти, нефтепродукты Все остальное Ну, там Даже если что-то подрастает При снижении объемов нефти Не принципиально Как бы меняет ситуацию Но мы видим Что и по остальным видам сырья Картина довольно неплохая Поэтому У меня было четкое ощущение Что у нас Хорошее состояние экспорта И в конце года Когда вот у нас Должны были поступать Что называется Поставки от дальних То есть Деньги от дальних поставок Там в Азию У нас тоже все было Довольно неплохо И Я ожидал Заметно более дорогого рубля На в том числе Налоговых платежах И чего мы не увидели Так это ровно вот этого Более дорогого рубля Вместо этого Мы получили более дешевый рубль И я полагаю Что причину Здесь Да, далеко ходить не надо Искать Это скорее всего Потоки капитала Ну, то есть Вопрос там какого Да, то есть Речь у нас Именно чистый капитал Когда перемещается Что-то Так сказать Чем можно свободно распоряжаться Ну, или относительно свободно Или у нас там доходы От предыдущих вложений Я не знаю Каким-то иностранцам Там может разрешили вывести Там прибыль нераспределенную Помните Там были разные условия При определенных действиях Вот, может быть, они Может быть Я думаю, что на самом деле И то и другое То есть И что-то разрешили на вывод Из, там, допустим Предыдущей Заработанной прибыли И что-то у нас Было Видимо перемещено Экономическими агентами И я полагаю Что именно капитал В общем Двинул рубль вниз Неприятно Это говорит о том Что довольно сильные Скорее всего По меркам нашего счета Текущих операций У нас сейчас капитальные Оттоки Они достаточно сильны Для того, чтобы передавить Не просто Обязательные продажи Экспортеров Которые, так сказать Вот навязало правительство Крупнейшим компаниям Но и, ко всему прочему Те потребности Которые у них возникают Видимо из-за налогов Вызывает вопросы В устойчивости рубля И, например В курсе Там, ну, 95 Которые я вот Озвучивал На конец этого года Возможно Есть основания Усомниться Пока Видеть Ну, пока не вижу Смысла ничего там Менять Как бы, да Говорить, что все Вот, как бы Иначе Посмотрим, как будет Развиваться ситуация У меня есть ощущение Что, как, например В декабре прошлого года Когда у нас Вот на фоне Было начавшего Дешеветь рубля Вдруг все резко Развернулось Где-то параллельно С форумом Россия зовет Кажется Если я правильно помню И некоторым количеством Комментариев Представителей Финансового сектора Со смыслом Что, вот, значит Держать надо И держать, типа, будем И как-то так Вот у меня есть подозрение Что сейчас Поскольку важные Политические события Ради которых, я полагаю И задумывалась Существенная часть Ну, принудительной Курсовой стабилизации Они вот-вот Должны наступить Мы, возможно, все-таки Увидим разворот Уже, ну, понятно Это гадание На кофейной гуще Но вот те из вас Кто покупал Так сказать Ну, играл, да Против удорожания доллара Ставя, скажем На рубли Вот, может быть У нас еще Есть там Пара недель На предмет, знаете Посмотреть, подождать Дальше, признаться Да, уверенности У меня однозначно нет Надо смотреть За развитием событий Что будет с импортом Ну, то есть Оценить довольно много Разных факторов Как я уже сказал Вот, вторая половина февраля Наводит на неприятные мысли О том, что Ну, в общем Курсовой стабильности В этом году А, как вы понимаете Там, имея почти 90 На конец прошлого года Ожидать 95 По итогам года Этого Это рассчитывать На курсовую стабильность По нашим меркам Каковой у нас Последние два года Не было в принципе Вот Да и не только два На самом деле Там, с некоторыми перерывами В общем, мы ее наблюдали Ну, мы почти ее не наблюдали Вот так даже можем сказать Там, да С отдельными исключениями Так вот Возможно, было Избыточно оптимистично Рассчитывать на курсовую стабильность В этом году Возможно, да Нужно ожидать Менее приятных движений На курсе И боюсь Они доста... Ну, пока, по крайней мере Начало года Вот февраль указывает Нам, скорее, в сторону Услабления рубля Чего, конечно, хотелось бы избежать Это было бы довольно сильным Как мне кажется В общем, дополнительным давлением На потребительские бюджеты На экономический рост В нынешних обстоятельствах Ну, вернемся Вернемся к этому попозже Итак По курсу Озвучил свои понимания Есть ощущение Что мы можем рассчитывать Еще на политический фактор Который вмешается Вернет там 90 Может быть, даже под 90 Доллар Через какое-то, может, непродолжительное время Может, даже ближайшее Посмотрим Посмотрим, как будет развиваться ситуация И пока прервемся На опрос Нас интересуют Уже гораздо более Так сказать Любопытные вещи Касательно этого опроса И о них мы хотим поговорить Итак, коллеги За то время, пока я развлекал вас Разговорами про курс У нас добавилось количество голосов И мы уже приближаемся К 1800 проголосовавших Что у нас есть? Как я уже сказал Это опрос из серии Первый был две недели назад Про размер сбережений Ну, там В условных Месяцах Неделях Годах Скажем На которые удалось накопить Не в суммах Второй Про динамику Как поменялось Скажем Размер Да, то есть как бы Ну, интенсивность Вот так вот скажем Да, то есть Сберегать Ну, как поменялось Сберегательное поведение Вот так правильнее оформим Звучит он следующим образом Вот сейчас он идет Как поменялись Ваши сбережения И долги С конца весны 23-го года Первый ответ Вариант ответа Откладываю заметно Больше, чем раньше Сбережения Значительно растут Так ответили 4% Тех, кто проголосовал Давайте можем сразу давать Кстати, сравнение С предыдущими результатами Благо они у нас есть Я себе их Заскриншотил И мы Можем их совершенно Спокойно Сверять Так вот В мае 23-го года Так отвечали 3% В октябре 22-го года То есть Обращая внимание Полтора года назад Так отвечали Тоже 3% Да, может быть Один процентный пункт Изменения Не очень большое Но оно И не единственное Вопросе И мы его отметим Что вроде бы Как доля тех Кто откладывает Заметно больше, чем раньше Подросла Среди нас С 9-го мая 23-го года При том, что Скорее всего Мы одни и те же Кто голосует Это очень неплохо У нас вообще Заметен ярко выраженный Тренд То есть Обратите внимание По предыдущему опросу Еще раз Я там вернусь В параллель Определенные Проведу Мы нашли Что Большее количество Людей Смогли сформировать Сбережения На различные сроки Там не очень Большие изменения Но по-моему Порядка там 4-х процентных пунктов Совокупно Вот прирост Тех, кто смог Сформировать Какие-то сбережения За последний год Там был И вот Обращаю ваше внимание Что У нас есть прирост В тех Кто сбережения Формирует И в динамике тоже То есть Количество У нас не просто Те, кто сберегал Раньше Они же Соответственно И продолжают Но похоже У нас растет Количество сберегающих И мы плавно Переключаемся И этот процесс Вот прям заметен Посмотрите На интервале В последних полутора лет То есть С октября 22-го Когда мы запустили Первый опрос Вот по Получается Февраль 24-го И тенденция нарастающая И мне кажется Да Это вполне рационально И разумно Тоже обращаю ваше внимание Что В общем Ну то Что экономическая теория Считает И думает Относительно нормального Поведения В наших обстоятельствах У нас реализуется Вопрос скорости Ну вы знаете Скорость Это отдельная тема Для обсуждения Известно Что мы потребители Домохозяйства Мы инертные То есть Мы очень часто Мы очень часто Реагируем Не так быстро Как этого хотелось бы И ничего страшного В этом может быть и нет Вот Есть и есть С этим надо уметь работать Третий пункт Итак Мы прошли сначала Тех кто смог Отложить гораздо больше Тех кто старается И немного удалось нарастить Теперь Основная категория Ответивших во всех вариантах Во все сроки Значит Расходы подросли Доходов не превышают Но и сберегать не удается Ну то есть Бюджет сводится Приблизительно Около нуля Сбережения дополнительные Не формируются Но по крайней мере Да То есть в общем Баланс Удается удерживать баланс Смотрим Что у нас происходило С этой категорией В динамике Значит Май 23 года То же самое Да Та же самая статья 44 процента То есть балансируют На грани Столько же Сколько и раньше Теперь Октябрь 22 43 процента В этой категории Принципиальных изменений нет Вот Но удачно Да Что обратите внимание Несмотря Да На непростые Во многих случаях Обстоятельства У нас следующий Кстати ведь опрос Будет про динамику доходов В этой серии Как раз Третьим Насколько я помню Ну может порядок Могу немножко путать Но Третьим опросом Был про динамику доходов И мы его тоже не забудем Мы его запустим Вот несмотря на то Что В предыдущих опросах У нас прям четко Много ответивших Что В общем Едва-едва Там Как бы Ну скажем Упрощая На уровне инфляции А то и меньше Да Был прирост доходов Вот несмотря на это Да То есть очень большая категория Из нас смогла Удержаться Да Так сказать В рамках сбалансированного бюджета Правительство к этому стремится Но часто не получается Вот 43 процента смогли Вовсе не хуже Скорее даже получше Итак Стабильные категории Обращаю внимание Опять же на самом деле Да Вот Глядя на наши опросы Исходя вот уже из их результатов Обратите внимание Я довольно неплохо понимаю Что в общем У нас довольно стабильные предпочтения Довольно стабильное поведение И вообще Для вот Нас Как аудитории Серебряного дождя Вопросы В телеграм Они довольно репрезентативные И они кое-что О нас раскрывают Это мне нравится Это мне нравится Продолжаем дальше Доходов не хватает На все потребности Приходится занимать Немного больше Чем раньше 15 процентов Ответило так Ну отвечают так В феврале 24 года Смотрим в историю 16 процентов Отвечали так В мае 23 И 16 процентов Отвечали так же В октябре 22 Ну то есть Несущественное снижение Опять же Можно по-разному Относиться К одному процентному пункту Но мы хорошо уже понимаем Ну поскольку в сумме В вопросе 100 Телеграм вроде нормально считает В этой части Вот И мы видим Что у нас В сберегающих подросло То совершенно очевидно Что в несберегающих Есть неопределенное сокращение Тоже любопытный момент Совершенно четко Вот Отдеваться некуда Пирог один Вот Делится в процентах Поэтому тут без вариантов Так Предпоследний пункт Какой смысл сберегать сейчас Жить как-то надо Стремительнее чем когда-либо Наращиваю долги 5 процентов Так ответили 5 процентов сейчас 6 процентов Отвечали так Весной 23 года И 7 процентов Отвечали так Осенью 22 года Представляете У нас есть В общем Как бы Вполне устойчивое То есть Если по проценту Каждый раз Кажется не очень принципиально Но обратите внимание Когда мы получаем Некий устойчивый тренд На горизонте В общем уже Как бы полутора лет В трех разных опросах Относить Ну игнорировать его Глупо А это говорит о том Что у нас Скорее меньше Чем Вот как бы меньше Тех кто Ну демонстрирует Неосторожное поведение Нагружается долгами Как бы как раз За счет того Что растет Доля тех Кто относится К расходам И ну как бы Их сбережением Внимательнее Осторожней Мне кажется Это хороший сигнал Вот Потому что На случай чего Так сказать У нас больше Подготовленных И это классно Ну и Самая последняя Статья этого опроса Живу как и раньше Если копил То коплю Если занимал То занимаю Занимал Занимала Занимаю 12 процентов Так ответили Что у нас Здесь Весной 23 года Это было 16 процентов Осенью 22 22 процента Основная Потерявшая Категории Причем Значимо Характерно Да Это тех Кто поступал Как и раньше И это Прям вот В моем понимании Да Совершенно четко Как бы В общем Адекватно Ну описывает нас Как адекватно Так сказать Ведущих себя Потому что Ну обстоятельства Явно не как раньше Поэтому какие-то Изменения нужны Вопрос Какие Вот Как я уже сказал Я смещен В сторону Сбережений Поэтому мне нравится То что я вижу Вот Что смещение Идет в сторону Более Сберегательного Поведения Более того Определенный Результат Нашего с вами Более Более Сберегательного Поведения Введены в статистике Если вы помните Мы еще про это Поговорим Там в каких-нибудь Отдельных эфирах Депозиты В конце Прошлого года У нас Достаточно Ярко Наметился Тренд На рост Депозитов Причем в том числе За счет сокращения Наличности И это совершенно Рационально И разумно Потому что По этим депозитам В кои-то веки Точнее Впервые с весны 22 года Но на этот раз Уже не на Одну-две недели И не на сроки Три месяца А в общем На что-то более Серьезное То есть По продолжительности И по срокам Этих самых депозитов Нам предложили Интересные ставки Интересные ставки Против текущей инфляции Интересные ставки С учетом рисков Ну по крайней мере Какими они мне виделись И все еще С оговорками Я там вначале озвучил Но видится Например Обесценение рубля Да Вот все еще Та ставка Которую мы наблюдаем По рублевым депозитам Достаточно Интересна А если так А если так То естественно Туда стоило Переместить свои сбережения Из-под матраса Из каких-то Из каких бы то ни было Иных инструментов Возможно Не потратить на что-то Например на машину С которой стало понятно Что все Дефициты ушли Будет подешевле Будет возможность Возможно через несколько месяцев Или уже А на депозит За это время Накапало И с этой машиной Сразу поприятнее Да То есть как бы И платишь меньше И остается больше Комфортно Ну по крайней мере По суше в памперсах Как мне кажется То есть не требует Какого-то большого напряжения Вот Рационально Совершенно Да Вижу рост депозитов В статистике Разумный Нормальный И Это коррелирует По крайней мере Вот с тем Более так сказать Направлено на сбережение Поведение Что мы с вами Демонстрируем Теперь небольшой Реверанс В сторону Предыдущего опроса Как я уже сказал Давайте я его Тоже коснусь Тоже коснусь Но мне надо Его Найти Это Как же так А Ну конечно Ну конечно Извините Промотал Итак Предыдущий опрос Который был 12 февраля Вы можете найти его на канале Между прочим Как и все предыдущие опросы История Это очень кстати удобно В этом плане Проверив Сверив Так сказать Не ошибся ли я Это Каким запасом сбережений Вы обладаете И там Совершенно четко Было видно Что вот Число тех Кто накопил на год-другой А это прямо Очень хороший срок И Насколько я помню Число тех Кто накопил От нескольких недель До пары месяцев Оно подросло По сравнению С предыдущими результатами И обратите внимание В этой части Мы последовательные И наши результаты В основном Бьются Скажем так По части ответов То есть Смотрите Что в моем понимании Произошло Независимо от того Какие обстоятельства Подтолкнули нас Делать сбережения Была верная ремарка Ну вот Две недели назад В эфире Я сейчас не помню От какой Слушательницы От кого Касательно того Что не ставка ЦБ Естественно Подтолкнула ее Сберегать А обстоятельства Так сказать Вынудили Ну на что я ответил Что ставка Да Ставка здорово Так сказать Простимулировала Вознаградила Скажем так Это действие Сделав его Не просто частью Обязательной Там стратегии Да А еще К всему прочему В общем Предложив Ну как мне кажется Достойное вознаграждение За Совершаемое действие Вот Независимо от того Что подтолкнуло Насксбережениям Повышенные риски И неопределенность Которые сохраняются В экономике Действительно Стимулируют Сберегательное поведение У нас ярко выраженная Динамика Скажем так Направленная Ну в этом направлении Да То есть смещение И более того Похоже На фоне увеличения Ставки ЦБ Она ускорилась И это значит Что мы больше Интенсивнее Скажем старательнее Формируем подушки безопасности Ну или там Более длительные накопления И я Как я уже сказал Я не просто так Да То есть предпочитаю В нынешних обстоятельствах Сбережения Было время Я вполне полагал Что и кредиты Были выгодны Ну и опять же С определенными оговорками В какой-то момент Да То есть Понимая все риски Льготные ипотеки Да То есть Я Полагал это Вполне приемлемым вариантом Для определенных обстоятельств Просто сейчас уже Да У меня к сожалению Позитивного отношения К продукту нет Именно из-за того Куда так сказать Завела В общем мне кажется Не просто сектор недвижимости Жилой А всю российскую экономику Вот это В моем понимании Вполне прокризисная программа Так вот И да И против кредитов В базовом варианте Тоже обратите внимание Возражений не имею По потребности Правильно ими пользоваться Это нормально и нужно Это дополнительная гибкость Ну просто правильно пользоваться Надо уметь Правильно пользоваться Это никогда На тебе 5 кредитов Да И ты не можешь расплатиться С одним из них Не взяв еще один Вот это наверное уже Ну точнее не наверное уже А я прям уверен В этом Это перебор Так вот Для чего я видел И в чем я видел Ценность Дополнительных Скажем так Сбережений Я неоднократно говорил Что приличную часть Долгосрочного капитала То есть источник ресурсов Для инвестиций Россия получала Из-за рубежа Но при этом При этом Как-то не парадоксально Это были часто Вовсе не иностранные деньги В чистом виде А это были деньги Которые формировались Российскими экономическими Агентами Выводились за рубеж А потом под видом иностранных Из какого-нибудь Кипра Из каких-нибудь Нидерландов Я не знаю Сейшельских островов Там я не знаю Виргинских островов Британских Виргинских Из вот этих вот Многочисленных Офшорных зон Разной степени Облегченности Налогообложения Возвращались к нам В российскую экономику Под видом иностранных И по большому счету Казалось бы что Да то есть Если иностранных денег Чисто было мало То что же мы потеряли А потеряли мы похоже вот что Видите в чем дело Когда есть возможность И как раз собственно говоря То с чего я начинал про курс Уходить эти деньги За рубеж похоже уходят А вот назад Они уже не возвращаются Не те иностранные Которые приходили сюда В новые производства В новые мощности Технологии Которые они приносили Вместе нередко С этими деньгами Вот это все Сюда не приходит А еще ко всему прочему Да приличная часть Тех российских Которые похоже Раньше уходили И возвращались Похоже Они движутся от нас Однонаправленно Что не очень прикольно Мы сделаем небольшой перерыв На новости И продолжим Продолжим дальше С итогами развития Российской экономики Так Да К следующей части Надеюсь мы подготовились Итак Ну у нас Да Это настоящие скучняхи По понедельникам Здравствуйте Роман Значит поэтому У нас буквально Пара там Комментариев Значит привитули Прогульщик Евгений Да не прогульщик я Я это В честно заработанный Как я полагаю Уходил И вот Комментарий Не шибко оптимистичный У рубля Не дна Ну Это Я может конечно Не всегда Рублевый оптимист Хотя Думаю за последние Сколько года полтора В эфире Вы могли наблюдать Разные эпизоды Да Когда мне казалось Ну когда рубль Доллар был 55-60 В общем я был уверен Совершенно четко Что рубль должен быть дешевле На чем упорно стоял А кстати Выиграл доллар Вот И еще кажется Пару споров Вот Да-да-да То есть даже не бесплатно Вот И главное не просто Да То есть мне этот доллар Передали же Я выиграл Я его зачитываю Так сказать по факту Есть вопрос интересный Да давай С трансляцией пишут Ожидание Ожидание по повышениям налогов Для населения После выборов Есть какая-либо инфа После прошлых выборов Подняли пенсионный возраст И НДС увеличили До 20% С 18% А по этим выборам Есть какая-нибудь Пока Мысль Да смотрите Актуальный Вообще надо сказать В свете последних изменений Вопрос безусловно актуальный Острый Ну давайте попробуем Давайте попробуем Коротко Нет пока не жду Потому что в федеральном бюджете Все кажется ничего То есть у нас Экономическая политика Носит почти исключительно Реактивный характер Так сказать Смотрите что происходит Происходит Какой-то шок К сожалению Во многих случаях Неблагоприятный Вот это порождает Ощутимые для нас Скажем так Политические изменения Оформим это вот так Ну и в экономической политике Так вот Неблагоприятный шок Порождает Реакцию властей Которая приводит К увеличению налогов К ужесточению Не всегда напрямую Увеличению налогов Например Нередко к ужесточению Налогового законодательства Когда вроде знаете Депозиты и так Должны были облагаться Да налогами Ну все это понимали Но как-то так получилось Что на практике Вот их не облагали Ну в итоге Подправили там чего-то Да и вот теперь облагают Собственно говоря И то же самое Со многими другими Там операциями Вещами Там раньше с валютой Было проще Как-то валютную переоценку Даже я так понимаю Кто-то там на брокеров Не считал Или что-то еще Например бывало Ну если например В валюте выводить Все так больше Да я так понимаю Не работает Да то есть Причем они снимут С тебя Ну хорошо если не шкуру Извините да То есть если Там есть опасения У них основания считать Что что-то там Налоговая с вас Должна забрать Как бы в этом плане Они конечно В общем Не клиент ориентированы Совершенно Да то есть И это Ну большая проблема Тех кто Вот так сказать Пользуется в общем Брокерами А других-то вариантов нет Для работы с публичными активами Потому что ты часто понимаешь Что если налоги На тебя насчитали То скорее всего В большую сторону И требует кстати Внимания И я хочу вам сказать Да не всегда это делается А правда На это прям вот Большая сложность Так вот ладно О болях Немножко В моем понимании Нет причин сейчас Повышать налоги Размышления экономистов Хорошо Тут есть Значит тут были у нас комментарии Ну в общем актуальный момент Будут ли повышения налогов Ждать ли их после выборов Наверное в следующем перерыве Я к этому вернусь и разберу Да отвечу Я в процессе ответа Поговорил о наболевшем В том числе Вот Ну Это не основная тема эфира Да вернемся И про депозиты тоже Вот Роман Я тоже Да в следующем перерыве коснусь Мне кажется это важно Актуально Поговорим А мы сейчас возвращаемся К следующему Смотрите Мы поговорили про результаты опросов Я анонсировал Следующий опрос На следующий эфир Про динамику доходов Чтобы так вот Ну собрать картинку Более-менее полноценно Как у нас происходит С объемом накоплений С динамикой Да накоплений Ну и вот еще доходы сверить Сразу да вот говорю Что там вообще у нас была Самая наверное неблагоприятная ситуация Потому что так получилось Да что у нас С динамикой доходов Все не очень радужно И они сильно скажем Отстают от того Что показывает нам Официальная статистика Мы по этому поводу Тоже говорили в эфирах В свое время Это не обязательно Какая-то неточность Некорректность официальной статистики Возможно Точнее невозможно А есть все основания Считать Что просто распределение доходов Скажем Неравномерно В региональном разрезе И оно сильно отличается От регионов вещания То есть точек вещания Точек куда доходит вещание Серебряного дождя Например Да и как бы Подавляющей части Других радиостанций Всех Не подавляющей части Тут даже Про подавляющие Нет никакого смысла говорить Всех Так вот Вернемся Коснемся Поговорим У меня есть ожидание В отношении этого вопроса Приблизительно Следующего плана Я вижу В официальной статистике Что в региональном разрезе Ну могу вам сразу озвучить А нет Может неправильно Нет неправильно Не буду вам озвучивать Не буду Извините Все Переходим на следующую тему Значит Поговорили про курс Высказал сомнения Да Приношу извинения Видите Не угадалось Не угадалось Да В этот раз С динамикой курса Да Дорогого рубля Ну в общем Самый дорогой рубль Который мы видели В этом году Был пока в январе И в общем К концу января Уже ушел Так вот Поговорили про рубль Проговорили про то Что неторговые потоки Кажется Привели вот К более дешевому рублю Сейчас Значит Поговорили про опросы И давайте теперь Поговорим про итоги Прошлого года А Итоги прошлого года Как я уже сказал Очень неплохи В целом Если не вдаваться в детали То просто великолепно Если в детали вдаваться То есть в них Настораживающие факторы И сигналы Но отрицать То что они Оказались очень неплохими Нельзя Напомню 3,6% У нас Хоть и не 4 Но тем не менее Все равно весьма Впечатляюще оказалось По данным Росстата Пока по первой оценке По итогам Это рост ВВП По итогам прошлого года Более Ну порядка половины Его сформировало Мы уже знаем Структуру Это прирост Потребления домохозяйств Ну основной фактор Который Как я уже говорил В отдельные кварталы Например Похоже во втором Росстат пересмотрят Все эти данные Поэтому посмотрим Что будет По новым квартальным данным Через несколько месяцев Ну по крайней мере По тем Что у нас пока доступны Выходит Что в каком-нибудь Втором квартале Потребители В общем возможно Отвечали практически За весь экономический рост Все эти 4,9 Год в году Которые мы наблюдали Так не было В первом Так уже не было В третьем Ну и вот Если верить По итогам года То в среднем По году Оказалось Что вклад потребителей Меньше Чем казался Из квартальных данных По Росстату Посмотрим Посмотрим Как будет дальше При этом У нас Очень высокие Уверенные Темпы Там роста Розничной торговли Двузначные И они остались Двузначными В конце года У нас Уверенный Рост Платных услуг К населению У нас Довольно Высокие И весьма Впечатляющие Темпы роста Промышленного Производства В целом То есть Инвестиции По итогам Года Показали В общем Более Сильный Прирост Чем я уже Ожидал Когда скорректировал Даже ожидания Что Ну вот Здесь около 10% То есть Видимо В конце года Ну я полагаю Что это бюджетные В основном И как я уже Говорил неоднократно Вот это скорее Геополитические Расходы Потому что Оборонка В инвестиции Оборонные расходы Значительная их часть В инвестиции Попадает Причем Одна часть В товарно-материальные Запасы Другая часть Прям в основные Средства Поэтому я пока Полагаю Что речь идет Не о гражданских Будем смотреть Я просто не вижу Да То есть Я читаю Смотрю Вот опросы Ну не опросы А отчетности Компаний Которые худо-бедно Публикуются И там с ростом Инвестиций Скорее напряг То есть Я там Вычитываю Особенно с поправкой На инфляцию Нередко снижение А вовсе не рост Поэтому Вот у меня и есть Такое сильное подозрение Что в инвестициях У нас рост Скорее вызван Оборонными расходами И в этом году Кстати Обратите внимание Поскольку оборонные Расходы растут Нельзя исключать Что рост инвестиций Продолжится Несмотря на Вот как бы Ухудшение По многим остальным Показателям Ситуации в экономике Что же я вижу В прошлом году А да Доходы Доходы И причем Обращаю ваше внимание Я пока не до конца Даже понял причину У нас Мало того Что доходы Выросли в номинальном Выражении У нас доходы Выросли в реальном Выражении И в конце года У нас прям Этот рост даже ускорился То есть Он затухал Знаете Как бы там Второй третий квартал Так они немножко Замедляются И вдруг Значит в конце года У нас скачок Вот ну Хороший такой скачок В номинальном И в общем Реальных Реальных получается Располагаемых То есть Номинальных денежных Реальных располагаемых Доходов Весьма впечатляющий Не просматривалось Третий квартал выглядел Уже на замедление И тут вдруг бах И у нас выстрелило Лучше чем в 2022 году И в общем Итоги года оказались весьма заметными Посмотрим, я полагаю что это были какие-то Скорее бюджетные выплаты Потому что у нас есть два основных составляющих доходов Зарплата, зарплата еще не вся официально Даже Росстатом посчитана и опубликована И там Ну там есть небольшое улучшение Но оно не такое, что могло бы оправдать Вот такое существенное улучшение денежных доходов И по пенсиям так там вообще ухудшение Потому что индексация пенсии была в начале года В конце года ничего не добавляли Вот и по пенсиям А это вот две основных как бы составляющих Поэтому я полагаю что были какие-то Скорее всего бюджетные выплаты Я их пропустил, я вот не нашел сходу что там пришло Но я полагаю что это основной фактор Вот именно в конце прошлого года Что важно не в начале этого Вот с индексациями, которые обещали бюджетникам А в конце прошлого что-то еще прошло Посмотрим, посмотрим по структуре Я еще поковыряю, когда будет время Посмотрю что, так сказать Ну по крайней мере можно найти Из официальной статистики Что может я пропустил из произошедшего Но вот я пока скорее полагаю Что это не рыночная история Связанная с улучшением там Трудовых доходов, да, грубо говоря Или там прибыли, я не знаю, бизнеса Этого тоже вроде в таком виде явном не вижу Мне кажется это скорее, да, то есть история Связанная с какими-то бюджетными трансфертами Которые просто в конце прошлого года были перечислены Ну вот как бы, ну там В большом объеме, в большом объеме И естественно попали в доходы населения Так вот и с доходами получается У нас все хорошо Инфляция, обратите внимание, у нас тормознула То есть ее ждали там 7.5 и боялись выше А смотрите, ну да, февраль у нас небольшое Будет ускорение год к году Но у нас как бы и декабрь прошлого года В общем замедление случилось Стабилизация, ну стабилизация, хорошо И январь тоже Поэтому на этом фоне там то, что может быть В феврале-марте будет чуть повыше Меня совершенно вообще не пугает Не удивляет и не напрягает Обратите внимание, Центральный банк тоже Уже более агрессивно на это не собирается Кажется реагировать, у нас пауза В общем вполне в моем понимании оправданная Ну с безработицей мы тут расходимся В общем с официальной позиции сильно Я не считаю это благом Вот эту супернизкую безработицу Я наверняка говорил, повторю Что в моем понимании Старт любого нового бизнеса Любое расширение производства С такой безработицы это боль Особенно если мы говорим именно о производстве Потому что основные дефициты рабочих рук Сейчас в сегменте синих воротничков В секторе услуг гораздо проще Несмотря на вот эту феноменально низкую безработицу В какой-нибудь Москве Вот в секторе услуг что-нибудь начать Ну если вы не ставите на курьеров Вот продавцов Здесь тоже уже дефициты хорошие Ну потому что есть выборы И мы видим это в том числе по публикациям в СМИ Люди вот из ряда сегментов сферы услуг Уходят на конвейер Ну выгоднее, интереснее Я что, в той же Московской области Пожалуйста, есть производство Да, они предлагают Довольно конкурентные зарплаты Почему бы и нет Почему бы и нет Я совершенно считаю это нормальным Поэтому вот если у вас там стартап Или какие-то идеи по расширению Скажем, не в нижней части С точки зрения доходов сегмента Вот рынка услуг А где-то повыше То проблем нет В нижней части есть Потому что там есть жесткая конкуренция Прямо сейчас В общем с предложениями От производителей И производители побеждают Реального сектора В промышленности Поэтому у нас есть В общем здесь давление И в секторе услуг тоже На рынок труда И большие сложности А вот в более высокооплачиваемых Сегментах рынка труда Несмотря на феноменальную Низкую безработицу Дефицитов нет И частенько вы можете найти В общем сотрудников Да даже сильные Не переплачивая Особенно если можете Предложить им интересную работу Обратите внимание Если у вас что-то интересное То в высокооплачиваемом сегменте Мне кажется Проблем нет Вы найдете Вы найдете и в IT Вы найдете и в финансах Вы найдете и там В других сегментах Я не скажу Что прям совсем без проблем Но скажем Если бы безработица была 6-7% Ваши сложности С поиском сотрудников Были бы от этого Никак не больше Вот я так скажу Вот скажем Вот такое вот у меня А то может быть И даже При более высокой Да безработице Можно было бы Вот приравнять Усилия по поиску сотрудников В секторе В ряде сегментов Сектор услуг Вот с теми Которые нужно предпринять сейчас То есть ничего феноменального В этом нет И в эфирах это звучало Я обращал внимание В общем Ну вот из простых вещей На безработицу в Москве Которая выше Чем несколько лет тому назад При том что По стране Как раз безработица Ниже чем несколько лет тому назад И не только в Москве Такая и похожая ситуация В Питере В Севастополе То есть вот там где доминирует Сектор услуг А это все города Миллионники Вопрос там в каком объеме Да и происходит Это доминирование Там совершенно другая ситуация На рынке труда Нежели чем выглядит Вот в среднем по стране Это важно принимать Ну что еще Да я не проговорил Ну в принципе Ну не знаю То есть с бюджетом Тоже по прошлому году Все получилось очень неплохо Три триллиона Да дефицита Как в общем фактически обещали Все нормально Все кажется классно Но есть важный нюанс Который я хочу Ну на который я хочу Обратить внимание Ну я был бы не я Мне кажется И не задумывал я Всю эту историю Если все только вот Чтобы подчеркнуть И так уже многократно Освещенные позитивные тенденции Во-первых Обратите внимание К концу прошлого года Что-то стало происходить С нашим ростом Например Смотрим мы на промышленность Которая вроде как драйвер Да То есть импортозамещение Все Смотрим мы на обрабатывающую Например промышленность Или на промышленность В целом Это не имеет принципиального значения И видим мы забавную картину Ну давайте чтобы не мучиться На промышленность в целом У нас темпы роста Промышленного производства С мая Ну даже с апреля этого года Ну вот были около 5% и выше И до ноября Они на самом деле Ниже 4, ну 4,5 Вот минимальное значение С апреля Да в ноябре было А в октябре было 5 И до этого у нас постоянно Тоже 5 5 год к году С учетом уже С поправкой на инфляцию То есть это вот В условных штуках был рост И вдруг декабрь Нам приносит 2,7 Причем замедление Я об этом говорил отдельно Оно случилось фронтально Это не просто Вот те сектора Которые похоже работают На воронку В том числе Тормознулись Нет У нас это торможение Случилось как бы И в пищевке Там и в ряд Других сегментов До конца До конца Хороших объяснений У меня нет У меня есть версии Пока попридержу Подумаю Посмотрю Прикину Посчитаю Вот насколько будет возможно Потому что Ну здесь считать можно Исключительно приблизительно Но похоже Что-то случилось С нашим промышленным ростом В конце прошлого года И темпы его существенно упали И это уже Не какие-то 5-6 процентов Да Какие-то фразы Не впечатляющие 5-6 процентов У нас такого промышленного роста Ну вот знаете За все что Росстат Сейчас готов считать По новой методологии Значит промышленным ростом За весь период С 15-го года Вот не было у нас никогда Таких высоких темпов Промышленного роста По этому году С учетом того что В первом квартале У нас там В промышленности Еще был спад Вот Только значит Со второго квартала С апреля Вот высокие темпы роста Выстроили Вот у нас 3,5 процента Промышленный прирост Вот эти годовые результаты Лучшие с 15-го года На самом деле Даже за более длинный период Просто вот Росстат там не обновляет данные Там они посчитаны Значит в другом классификаторе Но я не возьмусь Вам точно сказать Сейчас вот перед глазами В этом файле нет Но возможно там В году с 12-го Может оказаться Что вот это Лучшие показатели То есть более чем За 10 лет В 23-м году У нас вот Там А Нет 21-й Извините Еще был 21-й 6,1 Извините Вот пробрался Проврался Я пробрался В 21-м все-таки были Высокие показатели Промышленного роста Восстановления После ковида 20-го И вот хорошо Вторые лучшие Извините Вторые лучшие 23-й год И вот эти Они Стали Стали очень близки К однозначным А именно Прямо на границе Вот 10-ти процентов То есть 10,5 в ноябре 10,2 в декабре У нас показали Ну Ростат зафиксировал Темп роста розничной торговли В реальном выражении Это после там 12-ти Почти 13-ти Соответственно В предыдущие там 2-3 месяца Не самая радостная Не самая радостная На мой взгляд Картина Потому что я это Четко ассоциирую С доступностью кредитования Обратите внимание Я полагаю Что по рознице В первую очередь Ударил потребительский спрос Который стал Сжиматься Скажем так Более сдержанные Темпы роста Стали наблюдаться После удорожания кредитов Полагаю Что он же Стал давить В том числе Частично и на промышленность И вот Собственно говоря Важный момент Который я Которому я подвожу Что Возможно Власти Да в том числе Ну Высторгаясь Так сказать Высокими показателями Не придали Достаточного значения Природе этого роста Ну что Во-первых Рост за счет Потребительского спроса Во-вторых Что рост за счет Кредитов Похоже В существенной степени Ну по крайней мере Если мы смотрим Например на обороты Ого А посмотрим на обороты Розничной торговли Мы чуть попозже Где-нибудь Минут через пять Да-да-да-да Я смотрю Как-то Ты не сигнализируешь Я вроде И расслабился На секунду Все Так Значит так Давайте Да-да-вайте Побежим по вопросам Итак Про депозиты Давайте начнем так Значит Роста налогов не жду В бюджете пока Все нормально С учетом курса С учетом экспорта Как он складывается По моим ощущениям Доходы С доходами бюджета Все будет хорошо И прям конкретно Выборы В налоговых перспективах Ничего не должны Не должны поменять Добрый день Да-да Блудный сын Как меня еще тут назвать Прогульщик Каких только эпитетов Я это называю Есть такое прекрасное слово Каникулянт Каникулянт Спасибо Спасибо Как я люблю латынь Вот Итак Значит Мари Вот Вот И без каких бы ты ни было Понимаешь гадостей Вот Человеку честно Так сказать Отгулявшему Немного отпуск В школьные-то каникулы Итак Значит Не вижу проблем в бюджете Поэтому полагаю Что непосредственно выборы С точки зрения налоговых изменений Более ничего пока Значит не должны Их уже Ну более чем достаточно Произошло пока А дальше будем посмотреть Если ситуация В федеральном бюджете Будет ухудшаться И никаких иных способов С этим справиться не найдут То варианты Как бы увеличения налогов Возможно Но я не думаю Что это перспектива Ближайшего полугода Хотя Как видите Вот по скандалам С машинами Да То есть И действиям Минпромторга В моем понимании Конечно Совершенно неадекватных По увеличению Утилисбора Да При поставках Через ЕС Когда у вас Ну Людям даже не дали Возможности адаптироваться Нормально Да То есть Ну К сожалению Традиции Как с экспортерами По пошлины Про курс Кстати Обратите внимание Да Нынешний курс Опять в общем Подкармливает Федеральный бюджет По части Пошлин с экспортеров Вот эти Отбирать депозиты Значит Что предложил Роман Зачем налоги еще Депозиты отберут и все Не-не Роман Это грубо Это грубо Это порождает Лишнее недовольство Зачем отбирать депозиты В этом нет никакого смысла Я наверное уже озвучивал Могу повторить еще раз По большому счету Ну Как бы все депозиты Находятся Ну Подавляющая часть депозитов Находится в крупных банках А крупные банки В общем Подавляющая часть Просто под контролем Прямым государства И Вы можете размещать госдолг А банки будут его покупать И Депозиты плавно Перетекут в госдолг А потом Ну Как получится Вот Поэтому Отбирать депозиты Нет нужды Это грубая Ненужная мера Которая расстраивает Раздражает Можно сделать все Гораздо мягче Например Вот Все помнят Про то Как в советское время Государство дефолтило По долгам Вот А то что Соответственно Все депозиты Сбера сгорели Именно поэтому Потому что У Сбера в активах Как раз там 90 с лишним процентов Было долго РФСР СССР И вот Всех остальных Да нет Ну вот собственно В основном СССР Это как бы Помнят немногие А факт остается фактом То есть Сбер не смог вернуть нам Ну всем тем У кого были депозиты В советское время В должном объеме И пришлось Вот так сказать Делать что делать По той простой причине Что все Все активы были Это госдолг Советского союза Так Подскажите пожалуйста Вот с учетом курса Доллара И текущих обстоятельств Какое прогноз на изменение Ставки В какую сторону И какие сроки Почему часть банков Уже вчера снизила Ставку по депозитам Например Тиньков Не знаю Не следил Не видел Как бы про снижение По крайней мере Те банки За которыми я следил Ставку держат Довольно высокую Пока Ну прежнюю По ставке Да ожидаю снижение Это база Это общее место на рынке Я жду где-то 11 Ну вот как бы В основном рынок Похожий ждет В районе двузначных Процентных ставок Поэтому даже те банки Кто будут снижать Ставку по депозитам Думаю сильно ее не снизят Мы скорее всего Год будем завершать Там с двузначными Ставками по депозитам Размышления экономистов Итак Коллеги Отвечал Отвечал на вопросы Увлекся Надо вспомнить А что же я там А что же я там Обещал дорассказать А ну да Про природу роста Я обещал дорассказать Про природу роста И замедление Вот которое произошло В конце прошлого года Которое я отношу На подорожавшие кредиты И на чрезмерно Высокую зависимость Произошедшего В прошлом году роста От расходов потребителей В первую очередь Именно так Не от каких-то процессов Инвестиций Импортозамещения Хотя инвестиции Мы видим по статистике Выросли Я выразил свои сомнения На этот счет В этом эфире Поэтому сейчас уже Повторять не буду Потом буду Так вот Значит Высокая зависимость От расходов на потребление И в частности От кредитов Например Вот если нам нужно Понять масштаб Сложно оценить Куда пошли деньги Конкретно Взятого кредита Это достаточно Ну там Исследование В общем требующее Больших усилий Нет возможности Кабинетно у меня Его провести Но есть возможность Предложить Некоторые сравнения Например Берем прирост Необеспеченного кредитования В одних только банков Безуссчета МФО и прочих Где еще там Несколько сотен миллиардов Сверху накручивается И видим 2,2 триллиона Это я ипотеку убираю Из прошлогоднего прироста И причем Это не весь объем Выданных кредитов А это только Прирост задолженности На самом деле Не факт Что все Так сказать Ну на самом деле Выданных кредитов Было заметно больше Так вот Вот прирост Суммарной задолженности По кредитам По необеспеченным Без учета ипотеки И только выданных банками Это 2,2 триллиона рублей А прирост розничной торговли Всего оборота В номинальных рублях За весь прошлый год Это по-моему 4,8 триллиона рублей Ну просто Для сопоставления масштаба То есть 45% Вот как бы Если одну величину Делить на другую Мы получим Ну приблизительно 40 Да Около 45 Это кредиты Это прирост кредитов Задолженности по кредитам Не выданных кредитов Выданных гораздо больше Они перекрывают Весь прирост розницы Так вот Задолженности по кредитам К приросту розничного оборота А если мы добавим инфо То мы получим 50 и более процентов Вот такой вот масштаб Например Кредитование В точке зрения Ну не обеспеченного Это того самого Которое да В розницу Как я полагаю Почему с ней сравниваю Ну потому что В основном В розницу это и идет В розничные продажи Так был у нас В прошлом году И по сути дела Своим повышением ставки ЦБ на время Кредитный фактор роста Со стола Просто убрал Второй фактор роста Это рост доходов Он безусловно Играл важную роль Доходы росли Как на это ни посмотри За счет каких источников Они бы не росли Как в региональном разрезе Это не менялось Факт остается фактом Доходы росли И довольно динамично Ну скажем Для последних там лет Десяти так уж точно И это тоже фактор роста Но вот с ним происходит Важный момент Я не просто так Провожу эти опросы По сберегательному поведению Не просто так Обращаю ваше внимание На тенденции Обратите внимание Уже и без ЦБ В силу различных обстоятельств У нас была тенденция К росту склонности К сбережению Ее в наших с вами Опросах видно Посмотрим Что там будет по стране Достану статистику Не волнуйтесь Да И ее тоже поковыряем Чтобы сравнить Как мы против страны Мы уже Если вы слушали эфиры раньше То вы могли обратить внимание Что мы Слушатели серверного дождя Ну хорошо И ведущий Несколько расходимся С тем Как бы Что показывает статистика По стране Иногда это несколько Очень даже заметно Это может не означать Как бы Искажение статистики Это просто может означать Проблему так называемого Среднего Ну вот Средней температуры По больнице Мы Так сказать В том сегменте Где среднее Непоказательно Например Оказались Вот например Вот так И такие могут быть Все сегменты Просто Ну вот есть Особенности Там например Статистики распределения Бернули Например называется 0,1 А среднее у него 1,2 Вот среднее Никогда не случается Вот такие варианты Тоже есть Это не делает Среднее Однозначно плохим Это просто не позволяет Как бы Использовать среднее Для конкретных Ну вот как бы В конкретных случаях Да То есть Как оценка в среднем Она все еще подходит И своими свойствами Обладает А так сказать Для оценки Конкретного исхода Вот как бы Не очень Не всегда может подходить Надо очень хорошо понимать Для чего ты используешь Это среднее Это отдельный уровень знания Отдельный уровень понимания Процесса Вот в нашем случае Да Среднее не всегда подходит Совершенно четко Приличная часть смещения Вызвана тем Что у нас Рост доходов Да То есть И многие вот процессы Как бы Бурно и динамично Развиваются Не в городах Миллионниках А как результат Вот Мы оказываемся Скажем Не в полной мере В них вовлечены И вот они Последствия И мы видим это Например В наших опросах Так вот К чему я все это К тому что Убрав кредитный рост И имея Как бы Растущую склонность К сбережениям Кажется У нас нет причин Ожидать Никакого динамичного Роста потребления В этом году А как результат Есть основания Опасаться Что вообще С ростом ВВП В этом году Будут проблемы Я вам хочу сказать Кроме 16-го года С определенными оговорками Я не знаю Года в истории Когда ВВП Рост бы без роста потребления Это важный момент Может быть Не на самой радостной ноте Но тем не менее Я хотел бы Да Закруглиться И хотел бы пожелать Вам хорошей недели Несмотря ни на что